Назад средневековья. Саратовские археологи продолжают натыкаться на ценные предметы под землей. Ученые проводят раскопки на окраине Саратова в поселке Увек. Это бывшие территории Золотоордынского городища. Найдены останки, бронзовые монеты, посуда. Сейчас все очищают и изучают. Помогают специалистам и волонтеры. Без них раскопки длились бы дольше. Немало находок на счету и археолога Анны Кашниковой. И сегодня она герой нашей рубрики. Практически весь памятник застроен современной жилой застройкой. Поэтому нам приходится копать в частных дворах. Мы договариваемся с местными жителями, которые нас спускают в эти дворы. И вот эту территорию мы еще никогда не исследовали нашими раскопками. Сами раскопки вообще были начаты на Увекском городище с 2005 года нашей экспедиции. И вот они уже продолжаются. Вот какой 18-й сезон. Нам интересно новые все время участки исследовать. И вот один из этих участков нам показался очень интересным. И хозяин разрешил нам, собственно, здесь провести эти исследования. Сейчас мы находимся на глубине 4-х метров. Здесь уже идут слои начала 13-го века. Даже не начала, а середина 14-го века. Середина 14-го века. И, ну, мы не знаем, может быть, это уже скоро закончится. Либо будет продолжаться. Потому что всегда каждый новый участок – это такая непредсказуемая история. Потому что нам нужно найти материк. Это слой, который сформировался до появления здесь человека. Мы пока только частично на него вышли. И дальше в раскопке продолжаются вглубь длину. Какой это год примерно? Не скажу сейчас. Ну, это, скорее всего, какие-то 1340-е, 50-е, вот что-то там душе. Потому что у нас сейчас слой идет как раз вот этого времени. Ну, и, соответственно, монеты этого времени тоже. А подробности после очистки. А это долго вообще длится процесс? Нет, нет. Мы постоянно к нам приходят периодически. Мы ему отдаем. Он собирает их и приносит через несколько дней партию. Мы прям партию собираем, чтобы накопилось. Он их погружает в специальный раствор. Вот очищает, потом фотографирует, прорисовывает. То есть мы потом получаем еще и рисунок, что на них изображено. И потом нам табличку дают с монетами. Там какая дата, какой чекан, какое время. Там все. Вес, размер. Раскопки в прошлом году проводились, которые мы тоже исследовали. Некрополь, кладбище средневековое тоже. Там никто еще не копал до нас. И там была сделана, можно сказать, сенсационная находка. Это средневековый шелковый египетский халат, который был шит на монгольский манер. Удивительно то, что обычно ткань и органика очень плохо сохраняются. Вот в наших раскопках они достаточно редки сами по себе. И еще и сохранность у них плохая. Но нам удалось этот халат, вернее, его как бы фрагменты собрать, отправить на исследование и реставрацию специалистам по средневековому текстилю. И сейчас он экспонируется у нас на выставках. И это поистине такая вещь удивительная, потому что коллеги говорят о том, что редкость, когда настолько повезло, что вот такой богатый, золотом вышитый, шелковый халат попадается. То есть он сгнить должен при этом, да? Да, да. Практически, я говорю, практически ткань вообще не сохраняется. Кроме того, очень часто из-за того, что людей хранили по мусульманскому обряду, туда не складывали никаких вещей. То есть они были в саван завернуты. Саван тоже сливает очень быстро. И когда мы сначала увидели, что идет какая-то ткань, мы подумали, что это тоже саван. А потом стали дальше расчищать погребение. И оказалось, что нет, это ткань, которая вот украшена. Там орнамент есть, там вышивка с золотом, с золотыми нитями. И вот оказалось, что это халат. Ну, а смотришь, у вас как на море мачта. Смотри, садись. Вот у нас. Во! Три сантиметра перекопки. Выкидывайте тогда и поднимайте. Паш, ты пою справедливо? Да, Паш, то же самое. Давай тогда посмотрим. В этом году очень классно то, что идет в большом количестве массовый материал. Это керамика, красноглиняная керамика, там различная другая. Дело в том, что выводы в основном делаются на массовых материалах, потому что единичная находка, она классная, она там атрактивная. Ее можно показать на выставках, на нее будут приходить люди, как, например, на этот халат или на шпильку китайскую, которую мы тоже в свое время нашли. А массовый материал дает информацию. То есть делали здесь местную посуду или ее привозили, какие люди тут жили, какое население христианское или, например, мусульманское. Поэтому у нас еще предстоит нам исследовать. У нас специалисты приедут по определению керамики, по изучению, которые, собственно, нам уже будут давать более точные детальные выводы. Все эти мешки с керамикой будут им изучаться, разгребаться. Но уже сейчас у нас в лагере девушки на камералке, так называемой камеральной лаборатории. Они эту керамику всю моют, шифруют ее, и уже сейчас даже поклеили целый кувшин. То есть это редко, на самом деле, у нас в раскопках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова